Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня будет рецепт пасхальных куличей. Они будут бюджетные, но очень вкусные. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Сегодня нам потребуется большая емкость. У меня, например, вот такая миска. Высыпаем в нее 2 столовые ложки сахара из общего количества. 6 столовых ложек с такой вот хорошей горкой муки из общего количества. 15 грамм сухих дрожжей. И перемешиваем. Затем сюда, к этим сухим продуктам, выливаем 500 миллилитров еле теплого молока. Температура примерно градусов 40. Если у вас нету молока, то можно использовать обычную воду, либо молоко пополам с водой. И замешиваем в жидкое тесто. Если у вас остались немного комочки, ничего страшного, не переживайте. Они потом все разойдутся. Теперь накрываем и так оставляем минут на 20. У меня уже время прошло. Как видите, опара хорошо запузырилась. Теперь я добавляю сюда весь оставшийся сахар. По рецепту у меня сегодня 300 грамм. Но вы можете по желанию количество увеличить, либо уменьшить. Сюда же пол чайной ложки соли. 200 миллилитров растительного масла без запаха. Яйца. По рецепту у меня 6 штук. Но один белок от одного яйца вот здесь я отставила пока в сторонку. Завернула пищевой пленкой. Я потом использую его для глазури. И теперь все это хорошенько перемешиваю. Дальше мука. Я буду добавлять ее в несколько заходов и замешивать тесто. Сначала ложкой, а затем уже руками. Вот посмотрите. Примерно вот такое тесто у вас должно получиться. Оно мягкое и как бы слегка липнет к рукам. На данный момент у меня ушел сюда 1 килограмм 370 грамм муки. Но так как мука разная, у вас может уйти немного больше, либо меньше. Теперь я возвращаю это тесто сюда в миску. Накрываю и ставлю в теплое место для поднятия примерно часа на полтора. Ваше тесто идеально подойдет, если вот эту емкость с тестом поставить в таз с горячей водой. Либо в духовку с включенной лампочкой. У меня прошел час 35. И посмотрите, как хорошо поднялось тесто. Теперь вот здесь в миске у меня обычное растительное масло. Я хорошо смазываю руку и обминаю тесто. Все, теперь я его снова накрываю и ставлю в теплое место еще минут на 40. Время прошло. Теперь я рабочую поверхность совсем немного припыляю мукой. И выкладываю на нее тесто. Видите, как оно еще раз хорошо поднялось. После этого совсем немного, если нужно, подсыпаем муку и месим на столе около 5 минут. Все, муку для теста я больше использовать не буду. Здесь у меня растительное масло. Смазываю поверхность тоже немножко. И делаю такой вот как бы пласт небольшой. Далее я беру изюм. У меня здесь 200 грамм, но количество, конечно же, вы можете брать по желанию. Даже сделать совсем без изюма. Я его вымыла, обсушила. Добавлю сюда буквально вот так вот немного муки и перемешаю. И уже после этого высыпаем на середину теста. Заворачиваем. И если нужно, обмакиваем руки в масло и вымешиваем хорошенько, чтобы изюм распределился. При конце, когда у вас уже все хорошо вымесилось, прямо вот так вот берите и раз 10 хорошо стучите об стол. Формочки для выпекания вы можете использовать абсолютно любые. У меня есть вот такие вот силиконовые три из формы и несколько будет вот такие вот обычные бумажные. Теперь обмакиваю руки. Беру по кусочку теста и наполняю формы где-то примерно на одну треть. Вот такой шарик делайте и наполняем. Вот посмотрите, вот такое количество пасхальных куличей у меня получится. Теперь я накрываю их сверху тканью. И так оставляю на 30 минут. За это время нужно разогреть духовку до 180 градусов. Время прошло. Аккуратно ставим в духовку и выпекаем до готовности. Я буду выпекать минут 35. Вот эту самую большую дольше всего. Вы же смотрите по своей духовке и по размеру ваших куличей. Вот такие у меня получились куличи. Они уже немного подостыли. Я их сейчас вытащу из формы и оставлю дальше остывать. Вот эти бумажные формочки я тоже снимаю. Ну а сейчас я приготовлю глазурь. Я обычно использую желатиновую, она мне очень нравится. Но так как это вариант бюджетный, то я буду использовать белок, который я оставила. Я к нему добавляю буквально щепотку соли и хорошенько взбиваю до пиков. Вот посмотрите, я взбивала 2 минуты и вот такие белки у меня получились. Теперь я сюда по 1 столовой ложке буду добавлять сахарную пудру. Обычно уходит на 1 белок примерно 1 стакан сахарной пудры. Я добавляю по 1 столовой ложке и хорошенько взбиваю. В итоге вот такая густая глазурь у вас должна получиться. В конце вы еще можете капнуть пару капель лимонного сока. У меня нету, сегодня будет без него. Все, можно украшать. Куличи у меня еще теплые, но это ничего страшного. И обязательно красивую яркую посыпку. Все, и вот таким образом нужно поступить со всеми куличами. На последний большой кулич мне глазури не хватило. Я использовала растопленный шоколад и ту же присыпку. И теперь оставляю глазурь подсохнуть. Этот рецепт куличей очень доступный. И так как сегодня у многих временные финансовые трудности, то я рекомендую вам попробовать приготовить. На все вот эти вот куличи, которые вы видите на столе, я потратила чуть меньше 150 гривен. Это около 5 долларов. На мой взгляд, это очень бюджетно. И я сейчас разрежу и покажу вам, какие же они в середине. Вот посмотрите, какие они красивые. Видите, они очень мягенькие и очень вкусные. Я уверена, что вам понравятся. Попробуйте сделать. Ну и конечно же ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.